Дорогие друзья, это Дмитрий Газин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино «Говорит и показывает в Ападом». Сегодня речь пойдет о книге, без которой невозможно абсолютно никакое филологическое образование на русском языке, никакое изучение родной речи и, разумеется, невозможен художественный перевод. Я говорю о книге Норгаль, но сначала хочу напомнить о книгах Корнея Ивановича Чуковского. Вот у меня в руках живое искусство, и вместе с второй, такой же классической работой «Живой как жизнь», эти две книги составляют такую вот диалогию, без которой, опять же, не обойдется ни один филфак, ни один исследователь языка. Это необходимое упоминание, потому что, на самом деле, Норгаль отчасти продолжает мысли Корнея Чуковского, и тот канцелярит, который он придумал как диагноз, поставленный языку забюрократизированному, замученному канцеляризмами, замученному вот этой вот высушенную, это как вот, как сохнет рука, говорят, да, в народе. Вот высушены у языка целые фразы, целые периоды, абсолютно ненужные в речи слова, они ее загромождают, захламляют и убивают живую мысль, а самое главное, лишают язык вот той вот творческой стихии, творческой силы, которая ему обязательно нужна. Ведь то, о чем пишет Чуковский, это касается не только, собственно говоря, письменной речи, устной речи современной, но и искусства перевода. Кто такая Нора Галь, я надеюсь, моим слушателям объяснять не надо. Это не просто основоположник одной из авторитетнейших школ перевода, это не просто человек, благодаря которому мы знакомы с такими разными авторами, как Сент-Экзупери, Брейдбери, Фитт-Жеральд, Хемингуэй, это не просто человек, который переводил и переводил невероятное количество книг, и, в общем, делал это на таком уровне, который, ну, до сих пор не превзойден. Это действительно какое-то такое основополагающее явление в школе русского перевода 20 века. Но это еще и блестящий теоретик перевода, и вот сочетающие практические советы, бесчисленное количество примеров, как это и у Чуковского, да, книга Нора Галь, она помогает вполне конкретно освоить какие-то вот очень нужные навыки для того, чтобы пытаться хотя бы что-то сказать своими словами на русском языке. Если вы откроете оглавление вот этого издания, то вы увидите, что каждая главка названа очень живо. Это такое играющее с читателем оглавление. И первый раздел «Берегись, канцелярита» возвращает нас к Чуковскому. Откуда что берется? Следующее. «Жечь или сушить?» Следующее. «Словесная алгебра?» Следующее. «А если без них?» Следующий раздел называется «Как кошка с собакой?» «Мистер с оршином», «На ножах», «Свинки замяукали». Следующий раздел называется «И голова, и сердце на месте?» Это вопрос, да? То есть мы уже видим, что книга будет написана в стилистике, бесконечно далекой от сухого сухаря, скажем так, вузовского учебника. Касается ли она теории перевода, это суш, или касается ли она истории литературы? В данном случае Нора Галь всерьез ведет вот эту вот игру. Она действительно, беседуя с читателями, так беседовала бы на семинарах, если бы у нас была счастливая возможность поговорить с ней лично. И, конечно, когда читаешь вот эти вот бесконечные примеры, ну, собственно говоря, даже у человека очень далекого от искусства перевода и от того, что ценится в этом искусстве, чешутся руки попробовать что-нибудь и полистать любимые книги, сравнивая оригинал и перевод. Вот я плохо знаю английский язык, и это, к сожалению, единственный иностранный язык, который я хоть сколько-нибудь знаю. И поэтому мне недоступно понимание того, как это все звучит в оригинале по-французски, значит, по-испански, по-итальянски, если не касаться книги Нора Галь, да? Но, но, я очень хорошо представляю себе, какие ложные друзья переводчика, так называемые, встречаются в английском языке. И эти бесконечные речевые ошибки, повторяющиеся из раза, из года в год, особенно на телевидении, особенно на радио, где они не могут не резать слух, поскольку в печатном слове ты можешь как-то это, ну, списать хотя бы на неряшливость редакторами. А здесь, вот когда мы с вами говорим так, как я сейчас говорю, то есть в эфир, то есть вот под запись, это совершенно тяжко смотрится. Тем обиднее, кстати, мне собственные огрехи, потому что я на самом деле очень неволок с ударениями, я постоянно допускаю слова-паразиты в речь, это уже приживо, с этим бороться невероятно трудно. Об этом тоже, кстати, пишет Нора Галь. Слова-паразиты это не просто какой-то частный момент, когда какое-либо вводное слово, собственно говоря, заменяет нам время для размышления необходимое. Это еще и общее упразднение сложной структуры предложения в устной речи. Это следствие того, что мельчает мысль, мельчает мысль, и, соответственно, ее словесная форма выражения тоже низводится до простых предложений, обставленных со всех сторон вот этими вводными словами, абсолютно ненужными. И обращениями, и междометиями, и так далее, и всеми этими меканиями, меканиями, которые так тяжелы в эфире. Особенно это невыносимо, когда человек умный, человек признанный, человек блестяще образованный, возможно, в эфире теряется и начинает говорить так, как говорят школьники, затрудняясь с ответом. Вот что называется, плавает у доски. Об этом тоже пишет Нора Галь, потому что это из устной речи, плавно перетекает в письменную речь. Письменная речь и устная речь – это зеркала, они отражают друг друга отчасти. Они ни в коем случае не равны, но они совпадают в очень многом. И, конечно, если болезнь зародилась в одной из сфер, она плавно перетекает в другую. Вот тот же канцелярит. Иногда, на самом деле, то, что говорит Нора Галь, это касается очень тонких вещей. Вот я специально подобрал пример, когда слово, которое используется в качестве наглядного примера, оно обрусело. Оно обрусело, оно полностью вошло в наш обиход и уже не чувствуется привкус иностранщины. Но вот эти вот бесконечные совершенно англицизмы в речи, причем это совершенно естественно. Вот Нора Галь пишет в основном о заимствованных из иностранных языков. А я избавлялся от латинщины. Я не знаю латинского языка. Весь мой багаж классической латыни – это один семестр. Ну что можно изучить за один семестр? Ну смешно, да? Греческого я не изучал вообще. Древнегреческого я имею в виду. И, соответственно, все, что я знаю, это набор латинских кроватых фраз и выражений. Но как же это въедается в речь, а? Когда ты читаешь это в письмах великого человека или в просьбе 19 века, вот эти вот латинские кроватые слова, ты воспринимаешь это как должное. Но когда ты сам это начинаешь употреблять, случайно по студенческой привычке вечной игры словами, у нас на филфаке были потрясающие развлечения на эту тему, да, о том и говорили в какой-то стилистике, то писали друг другу письма. А потом это вживается в речь, и вот как англицизма. Англицизма в современной речи – это просто настоящий бич божий. Это то, что смотрится настолько чудовищно, что подозреваешь, что человек вообще не переварил те знания, которые он получил. Вот он как прочитал в оригинале что-то, так и цитирует, кусками они у него застряли, то есть собственных мыслей нет. Вот какое впечатление это производит. А на самом деле это, конечно, не так. Просто человек не может, не джимает, как говорится, усилия, да, не совершает это усилие, чтобы перевести это на русский язык литературный. Это очень сложно, особенно в живой непосредственной ежедневной речи. И, конечно, вот эти англицизмы, они отчасти и есть, не переваренные языком заимствования. И вот такой пример. Но с годами такого рода импульсы значительно потеряли в силе. Говорит старик, которому не грех бы выразиться проще. Но с годами такие порывы почти утратили надо мной власть. Вот слово порывы, оно вполне себе литературное. И оно очень точно передает смысл слова импульс в этом значении. Но слово импульс, оно уже прижилось в языке. И вот даже вот эти тончайшие оттенки переводчик, особенно и вообще литератор, шире говоря, должен обязательно использовать. Или другой пример. Никогда раньше я не пытался этого анализировать, просто констатировал тот факт, что не все идет гладко. Если человек не болен тяжелой формой канцелярита, он уж, наверное, скажет. Я не пытался в этом разобраться, видел, понимал только, что тут и тут происходит. Конечно, человек больной тяжелой формой канцелярита. Но на самом деле канцелярит это болезнь не отдельных ораторов или деятелей. Канцелярит это отражение каких-то тенденций в обществе. И вот до этой светлой мысли, в кавычках, мне кажется, не договаривают ни Нурагаль, ни Корнея Ивановича Чуковский. Ведь если мы повспоминаем, а что вот наиболее характерно, для какого стилистического пласта речей, выступлений, статей, публицистики, текстов, говоря широко, характерен вот именно этот канцелярит. Причем канцелярит особый, пафосный, который сочетает мелодраматизм с вот этой вот невероятной засушенной, мертвой речью, вот эти мертвые слова. Ну, правильно, вы догадались. Да, конечно. Это эпоха тоталитаризма. Это фашизм как таковой в его такой неявной форме. Не в форме взрыва, а в форме нагноения. Тоталитаризм. И, конечно, это очень чувствуется по текстам тех эпох. Причем я уверен, что это чувствуется и на немецком, а не только на русском языке. Мне кажется, что это очень важно. На самом деле в книге очень много всего. Я рассказал только несколько каких-то фрагментов, которые мне показались доступными для изложения за 10-минутное выступление. Но я хочу обратить ваше внимание, что вот еще раз практическая польза от этой книги гораздо больше, чем от многих и многих учебников по теории перевода, научных монографий и так далее. Потому что Нургаль – практика. Она прежде всего обобщала свой собственный опыт. И вот еще в этой книге есть отдельный раздел, который завершается великолепным послесловом Эдварда Кузьминой, дочери Нургаль. Это поклон мастеру. Здесь сказаны слова, которые необходимо сказать о работе Нургаль, о ее методе. Метод ее, конечно, уникален. Это неповторимо. Ну, нельзя за гением повторить его путь. Но, тем не менее, мы можем воспользоваться плодами его труда. И, конечно, это необходимо сделать. Слово «живое и мертвое» Нургаль, издательство «Время». Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание.